Продолжение следует... По горячим следам полиция задержала 12 человек. Одного уже арестовали. За изнасилование в Индии может грозить смертная казнь. В стране изменили законодательство после группового надругательства над 23-летней студенткой в декабре прошлого года. Смертной казни за групповое изнасилование требует разъярённая толпа в Индии. Там вынесли вердикт четверым мужчинам, которые изнасиловали и избили до смерти студентку. Преступников судили 7 месяцев. Один из них совершил самоубийство в тюремной камере. Остальных признали виновными и завтра огласят приговор. Повесить насильников и никакой альтернативы требуют родственники жертвы и их многочисленные сторонники. Думаю, всему миру стоит поучиться у Индии, как бороться за права женщин. За изнасилование туристки в Индии арестовали учителя йоги. По данным следствия, они встретились на пляжной вечеринке в штате Гоа. После веселья мужчина подвёз туристку в гостиницу и там изнасиловал. Полиция задержала 36-летнего Йога в аэропорту. Он пытался сбежать из страны. По одним данным пострадавшей 33 года, и она из Германии. Другие СМИ пишут, что девушке 25, и она из Нидерландов. Групповое изнасилование в столице Индии, Дели, надругались над туристкой из Дании. Женщина путешествовала в одиночку, заблудилась по дороге в гостиницу. За помощью она обратилась к прохожим. Вместо этого молодые люди заманили даму в тихое место, ограбили и изнасиловали. Было их 8 человек, так сообщила пострадавшая, когда добралась до отеля. И сразу же улетела в Копенгаген, не пройдя даже медицинского обследования. Полиция уже задержала 15 подозреваемых. Все они бродяги, обитающие у вокзала, возле которого и произошло преступление. Я не чувствую себя в безопасности, когда хожу по этим улицам, и все на меня таращатся. Жаль, что путешественникам приходится с этим мириться. Если ехать в Индию, то обязательно с мужем или другом. Одинокой женщине здесь не место.